Всем привет! Меня зовут Дениска Игорь, я художник истории, иллюстратор, дизайнер персонажа и, конечно же, художник комикса «Счастливого конца света». Сегодня мы будем рисовать Аманду и поговорим на тему перехода от традиционного рисования на бумаге к рисованию за компьютером. И какие на этот повод существуют заблуждения. Давайте начнем. Наверное, самое первое заблуждение – это когда мы впервые сталкиваемся с цифровым рисованием, у нас возникает всегда такое ощущение «Вау, что-то прикольное», особенно когда работы действительно стоящие, какие-то интересные портреты или какие-то интересные пейзажи, концепты невероятные, фантастические. И тут, конечно же, возникает, мне кажется, первое заблуждение, что за компьютером все получается круче. Я когда только начинал рисовать, я чувствовал себя немного неуверенно в традиционном рисовании, рисовании на бумаге, и поэтому я старался научиться рисованию за компом. Мне казалось, что результат по-любому будет круче, его можно будет распечатать, размножить. И, в общем-то, когда у меня только появился компьютер, я начал изучать различные программы. Первой программой, по-моему, была программа «Файрвокс», которая, в общем-то, походила на упрощенную версию фотошопа. В общем-то, с тобой началось мое изучение цифрового рисования, но больше оно походило на рисование контуром или сканирование рисунков, которые я рисовал на бумаге, но дальше это никуда не уходило. Я так раскрашивал, они у меня так ни во что серьезные не превращались. Потом, когда я прошел в университет, я подумывал о том, чтобы заниматься этим более профессионально. Мне интересно было изучение дизайна и ретуширование фотографий, поэтому я перешел на фотошоп. Его было достаточно многофункционально, и в нем можно было делать что угодно, и, как я говорю, рисовать, и редактировать фотографии, и делать дизайн сайтов, чем я, в принципе, и занимался. Но все же у меня тогда еще не было планшета, и я пытался рисовать какие-то иллюстрации, рисунки с помощью мышки. Если вы видели мой один-единственный рисунок мышкой портрет Эванджелин Лили, он занял, по-моему, три месяца, если не больше. И это был довольно мучительный опыт, но тогда я уже начинал изучать рисование портретов по книге Эндрю Лумиса. И это и дало первый толчок к рисованию того, что я сейчас рисую. То есть база какая-то появилась благодаря изучению рисования по этой книге. И все-таки возвращаясь к заблуждению о том, что за компьютером рисуются круче, со временем я понял, что... И понял почему, потому что увидел, что есть авторы, которые рисуют, допустим, картины, или даже на бумаге просто рисунки, просто здорово. И у них это получается круто, несмотря на то, что они рисуют просто на бумаге, с помощью маркеров, каких-то фломастеров, карандашей. И это было с одной стороны. А с другой стороны я видел художников, которые рисуют, допустим, на суперкрутом планшете. И при всем при этом они рисуют какие-то такие простятские рисунки на уровне детских закорючек. И при том, это в принципе не является чем-то плохим. Это скорее является их стилем, в котором они работают, который они выбрали, и в котором им удобно, и их работы тоже пользуются спросом. То есть все зависит от того, какого результата вы хотите достичь. Поэтому я понял, что неважно, рисуете вы за компьютером или рисуете на бумаге. Все зависит от того, насколько вам это нравится, насколько другим нравится то, что вы делаете. И, наверное, я это понял, когда решил поучаствовать в Инкт-Обре. Кто не знает, это такое соревнование, где за 31 день октября вы должны выдать, нарисовать 31 картинку, нарисованную чернилами или просто чем-то черным. Рисунок должен быть черно-белым. И тогда, порисовав, 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 я уже начал чувствовать себя более уверенным в рисовании именно на бумаге. И тогда мне стало интересно, а что у меня получится, если я буду рисовать это нарисую или это нарисую. И тогда я стал более уверенно относиться к традиционному рисованию. С одной стороны, ты думаешь, а пойдет ли это на печать? С другой стороны, на компьютере это все можно отредактировать, и в дальнейшем, в принципе, оно и на печати будет смотреться хорошо, если на бумаге оно смотрится хорошо. Что касается отличия работы за планшетом или на бумаге, то вся сложность состоит в том, что когда рисуешь на бумаге, ты рисуешь напрямую. То есть вот твои глаза, вот твоя рука, вот бумага, сиди рисуй. А когда ты рисуешь за планшетом, и, скорее всего, это распространяется на планшеты, которые не экранные, то есть ты напрямую не рисуешь, а планшеты, которые, даже не знаю, как назвать, которые ставятся на стол, ты смотришь на мониторы и уже рисуешь. В этом и состоит сложность. Появляется какое-то третье звено, которое усложняет работу. Это связано, наверное, с мозгом, потому что рука вводит по планшету на столе, а картинка появляется на мониторе. И, в общем, из-за этой сложности приходится долго привыкать к планшету. У меня еще сложность состояла в том, что я не совсем так держал карандаш или ручку, как обычно учат в школе. Если можно заметить на видео, вот я не так держу карандаш. Я это понял только, когда появился ваком, потому что у него стилус толще, и держать его моим способом не особо удобно. Рука, кисть очень быстро устает. И я понял, что мне нужно переучиваться, и какое-то время понадобилось для того, чтобы переучиться держать правильно стилус. Если вы только начинаете работать за планшетом, вам понадобится какое-то время, чтобы научиться с ним работать, потому что, в принципе, вся ваша работа за планшетом, насколько быстро вы привыкнете, зависит от практики и, как я говорил, удобства вашего планшета. Если вы впервые решили взяться рисовать на планшете, то, я думаю, лучше брать какой-то средненький планшет. Средненький – это в плане цены и в плане, допустим, размеров. Но тут по-разному бывает. Например, для некоторых авторов удобнее рисовать на маленьком размере планшета, потому что не нужно водить далеко рукой и все такое. У меня средний, и мне нравится то, что получается. Но это, конечно же, не такие планшеты, которые, допустим, с экраном. Если у вас экранный планшет, то вы можете брать побольше, рисовать на весь экран. Конечно, это будет удобнее. Но все же вначале, наверное, проще взять какой-то средний планшет, чтобы и по цене было удобно, и доступно, и не жалко было, если сломать. Но в чем отличие от цифрового рисования за компьютером и традиционного рисования на бумаге? Это в том, что, наверное, каждый может догадаться, что у тебя нет возможности стирать по 200 раз, потому что бумага испортится, появится дырка там на ней. Можно накосячить на бумаге и уже не исправишь. В то время как на планшете можно стереть, вытереть, удалить, все такое. Но, с одной стороны, вот эти погрешности при рисовании на бумаге являются и минусом, и в одно время являются и плюсом. Потому что, если, опять же, взять вот мой рисунок с Амандой, вы видите, я рисую черным маркером, начинаю рисовать вот эти линии, и получается немножко такой объемный, какой-то необычный рисунок, необычный штрих. Это не просто особый маркер, это старый маркер. Он очень быстро высыхает, и когда начинаешь рисовать, он еще нормально рисует, но через 10-20 штрихов он перестает уже рисовать. И, с одной стороны, это недочет, но, с другой стороны, это послужило тому, что я придумал вот этот вот стиль штришков сделать для всего рисунка дальше, в последующем. То есть, это как бы несовершенство привело к какому-то открытию. То есть, ошибки могут привести нас к чему-то новому, если мы можем это правильно использовать. И со временем, с опытом, это, получается, делать все лучше, скрывать какие-то недочеты. Причем можно, опять же, их избежать, стереть корректором, если он у вас есть, и стиль на компьютере потереть уже, сосканировав готовый результат. Такое рисование на бумаге, а Гия к нему пришел не сразу. Я все же, в первую очередь, больше доверял компьютеру, рисовал за компьютером. Но вот такое рисование привело меня к такому мысли о том, что все недочеты, которые получаются, они принадлежат текущему моменту, и в каком-то роде, в какой-то мере делают рисунок даже уникальный. То есть, вот эта клякса, я бы ее здесь не поставил. Но она здесь неплохо смотрится, я ей неплохо здесь замаскировал, или вокруг нее устроил какой-нибудь рисунок, и это придает ей какого-то шарма. Делает интереснее, может, рисунок. Но, опять же, зависит от того, как вы сможете использовать эти недочеты. И это сразу нас подводит ко второму заблуждению. То есть, это заблуждение о том, что за компьютером рисуется намного быстрее. Все сразу говорят, мы о том не думали. С одной стороны, это и правда, и с другой стороны, это неправда. И скажу почему. Правда это, наверное, с той стороны, когда вы уже опытные, и можете нарисовать то, что вам нужно. Вы можете стереть, потереть, использовать один и тот же рисунок, скопировать, сдуплировать, изменить что-то, поменять. Тогда в этом плане, конечно же, удобнее. Но, с другой стороны, когда мы рисуем за компьютером, мы игнорируем определенную часть опыта. И это происходит из-за того, что мы часто используем клавиши Ctrl-Z. Наверное, с ними многие знакомы. Мы используем истории и отменяем действия. И когда мы отменяем это действие, мы избегаем ошибки. А когда мы избегаем ошибки, мы не учимся на ошибке. И получается, что это тормозит наш прогресс дальше. В то время, как на бумаге, когда мы рисуем, мы можем себе позволить сделать ошибку и посмотреть. Сможем мы как-то увернуться от нее. И уже в дальнейшем будем знать, чего стоит избегать, а чего не стоит избегать. И с этой стороны традиционное рисование выглядит куда более привлекательнее и перспективнее. И поэтому я считаю, что рисование на бумаге более полезно. Там вы можете делать ошибки, черкать и при этом учиться на своих собственных ошибках. Конечно, за компьютером можно это тоже делать, но нажатие клавиши Ctrl-Z просто доходит до рефлекса. И мы уже, не задумываясь, нажимаем по тысячу раз в минуту. И рисование на бумаге, как мне кажется, приводит к большему прогрессу, опыту. И ты начинаешь себя более уверенно чувствовать в рисовании. И, в принципе, многие французские художники, которые рисуют комиксы, они рисуют, наверное, преимущественно на бумаге, чернилами. Я хоть и знал, что комиксы многие рисуются на бумаге, но меня очень удивило, когда я видел, как один французский художник построил свою работу на бумаге. Он рисовал, допустим, на каком-то листе А4, потом вырезал кадр, приклеивал его на ватман. И, если ему что не нравилось, рисовал снова на бумаге, и опять приклеивал на ватман. Несколько слоев, и, в принципе, своеобразная работа за компьютером получается. Я понял, что все зависит от того, насколько и как вам удобно работать. И когда я увидел, как этот французский художник рисует вот таким вот способом, я понял, что компьютер — это скорее инструмент, особая ручка или карандаш с множеством функций, цветов и тому подобное. Конечно же, все зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Если вы хотите рисовать контурные рисунки, то вы можете использовать компьютер только для рисования контура, или вы можете использовать компьютер только для раскраски. Опять же, в чем вам удобнее работать, в том и работайте. Это проще всего определить опытным путем, и вы узнаете, что вам больше нравится, что вам удобнее. Так как у меня происходило скорее такое смежное рисование и на бумаге, и за компьютером, но по большей части я, конечно, рисовал за компьютером, то когда я стал больше рисовать на бумаге, я понял, что вот эти знания перекликаются в рисование за компьютером и рисование на бумаге. Потому что если я знаю, как рисовать вот это, вот это, вот это за компьютером, то я смогу нарисовать на бумаге если вы решили рисовать за компьютером то вам понадобится планшет что касается того какую программу следует выбирать тут опять же все зависит от того какой программе вам будет удобнее работать и чего вы хотите достичь в конечном результате потому что есть множество различных программ есть по-моему и сай или как манго студию которые специализированы нарисование комиксов но там скорее не на мангу потому что большое количество инструментов я там особо не углублялся опять же зависит от того каких целей вы хотите достичь почему я пользуюсь по фотошопом потому что он довольно функциональный в нем можно и порисовать и подредактировать потому что зачастую мне нужно набросать какой-нибудь векторный рисунок логотип какой-нибудь что-нибудь задизайнить для нашего сайта сделать опять же вот такие вот обложки для видео и это удобно сделать фотошоп что касается работы в фотошопе то проще всего конечно же устроить свою работу благодаря горячим клавиш я не пользуюсь панели инструментов я выучил горячие клавиши уже со временем это вырабатывается до автоматизма и ты рефлектором нажимаешь на какие-то клавиши если меня спросить я не всегда вспоминаю на какую букву вызывается определенный инструмент но я могу нажать на клавиатуре несмотря и вот так принципе работа а если у вас даже какой-нибудь прикольный планшет на котором есть сбоку кнопочки то вы можете настроить эти клавиши на планшете уже с ними работать но опять же лучше выучить горячие клавиши потому что вы сможете быстрее работать благодаря этому не отвлекаться все время на курсору и фотошопе принципе наверное на многих программах это сделать удобно допустим многие клавиши легко выучить благодаря тому что они перекликаются с английским языком например волшебная палочка фотошопе w то есть как wizard обрезка носить то есть кат что есть лассо на l ну и многие клавиши вообще можно настроить под себя сочетание клавиш как вы хотите их вызвать а и инструкции как настроить вы можете свободно найти в интернете там полно всяких советов о том какие клавиши горячие существуют как проще с ними работать вы легко их найдете сейчас работы во многих студиях требуют умение рисования за компьютером но и традиционная как всегда приветствуется до сих пор потому что это лучший способ донести свои мысли с помощью рисунка на бумаге потому что могу легко достать даже когда у тебя под рукой телефон или планшет это все проще сделать на бумаге ходить со своим блокнотом записывать туда всякие идеи зарисовки это всегда полезно и в принципе если вы хотите перейти на рисование за компьютером и вам это нужно перед вами стоит определенная цель и в принципе будете мотивированы и достичь ее и будете изучать это усердно я думаю у вас это со временем получится потому что в дороге ты не обращаешь внимание определенные трудности или они тебя только закаляют как говорил ранее переход от традиционного рисования компьютерному будет зависеть от вашей практики от результаты которого вы хотите достичь от вдохновения которого будет черпать от авторов это тоже полезно смотреть как другие рисуют перенимать у них что-то потому что они обладают уже определенным опытом и вы уже можете посмотреть изучить и понять может в каком направлении вам следует или наоборот куда лучше не направляться а Опять же, практика, ваша мотивация, ваш планшет, насколько он удобный, сделает ваш переход от традиционного цифрового более проще. Спасибо, что смотрели навыки ресонавтов номер 3. Ставьте лайки, перепосты, если вам видео понравилось, я это ценю. А также, если у вас осталось что сказать, остались какие-то неотвеченные вопросы, вы можете написать свои вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Спасибо, что смотрели, пока! Субтитры создавал DimaTorzok